здравствуйте дорогие рукодельницы я начала вязать коврик из толстой пряжи крючком по схеме салфетки провязала три ряда и вот у меня уже что получилось такая красота сейчас я расскажу по пряже меня вот такая пихорка осенняя в 200 граммах здесь 150 метров она толстая состав 25 процентов шерсти 75 процентов пан объемный ну то есть акрил она немножечко такая ворсистая уютная мягкая вяжется она хорошо крючок у меня шестерочка чтобы полотно не было рыхлым схему я взяла вот такую она достаточно большая но у меня думаю коврик будет где-то вот до суда и уже краешек я обработаю какими-нибудь пико чтобы было нарядно вы можете взять схему любой салфетки не обязательно этой но на всякий случай я ее прикреплю показывать как я вижу я не буду все кто умеет вязать салфетки те и так знают как это делается видео свое я больше снимаю для того чтобы узнать расход пряжи рассказать вам потому что я например на первый раз вижу такой коврик и даже не знаю сколько у меня уйдет я купила 4 таких моточка то есть у меня есть в наличии 600 метров пряжи и надеюсь что вот на такую схемку их у меня хватит и так я продолжаю вязать и покажу вам уже итог и если какие-то будут нюансы я вам расскажу ну вот и готов мой замечательный коврик получился он очень красивый ушло у меня на него чуть чуть побольше двух мотков то есть побольше чем 300 метров в диаметре коврик получился восемьдесят четыре сантиметра ну достаточно такой большой я думала уйдет больше пряжи ну я хорошо уложилась у меня осталось еще почти два матка по схеме я практически ничего не меняла схема хорошая но единственная я немножечко изменила вот в тринадцатом ряду вот эту большую перемычку я сделала из 7 петель и соответственно в четырнадцатом ряду тут тоже будет 7 столбиков без накида также пятнадцатом ряду у меня вот в этой петле не 21 столбик с накидом а 17 столбиков с накидом ну и соответственно здесь тоже идет уменьшение здесь я сделала дополнительный столбик с накидом по обеим сторонам и так же вот здесь тоже по дополнительному столбику с накидом сделала и вот здесь я прибавила еще один столбик с накидом верхушечки ну а так в принципе все вязала по схеме закончила я обвязку коврика вот этим рядом самым последним и здесь я немножечко тоже изменила пико я делала начиная вот с этого места здесь у меня были просто столбики без накида вот в этом соединение я столбик без накида убрала но это все у меня было по ходу работы интуитивно потому что я видела когда где уже будут петли лишние в принципе я работой своей довольна мне она очень нравится коврик получился красивый советую вам тоже его связать спасибо вам за внимание творческих вам успехов до свидания